В подмосковной колонне стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту. Крупное событие мирового масштаба. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил участников соревнований и всех жителей региона с этим праздником спорта. Желаю всем участникам удачи, быстрого льда и честной борьбы. Пусть победит сильнейший, сказал глава региона. Ужасно интересные книги. Именно под таким названием в Центральной детской библиотеке открылась выставка для всех любителей ужастиков. Название сотрудники библиотеки нашли на бескрайних просторах интернета. Так и возникла идея организовать такую выставку. В течение дня книги обновляются по два раза. О чем они? Это приключения и фантастика, фэнтези и детективы. Одним словом, на любой вкус. Выставочный уголок привлекает всех, и больших, и маленьких. Выставка продлится до конца февраля. Госаднотехнадзор продолжает работу по выявлению на придомовых территориях незаконно установленных приспособлений, предназначенных для обозначения мест парковки и личного автотранспорта. По словам начальника Госаднотехнадзора Московской области Татьяны Витышевой, в январе на территории городского поселения Видное при участии Госаднотехнадзора было демонтировано более 40 столбиков и блокираторов на улице Советской и Жуковском проезде. Во дворце Спортовидное прошло первенство Московской области по киокосинкай карате для юношей и девушек. Киокосинкай – жесткий контактный стиль карате, основанный в 50-х годах прошлого века. На турнир приехало 270 спортсменов из 14 районов Московской области. Этот турнир являлся отборочным этапом на первенство России. По итогам соревнований шесть спортсменов Ленинского района вошли в состав сборной Подмосковья и будут отстаивать честь Московской области на первенстве России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова